Всем привет! С вами Ирина. Вот такую вот орхидею мне сегодня принесла одна девушка. Позвонила и сказала, что мой номер ей дала какая-то моя знакомая. До сих пор я не знаю, кто это сделал. Ну, в общем, попросила, что она принесет мне свою орхидею, потому как ее не было месяц времени дома. Она была в отъезде и когда вернулась, вот такую вот картину она увидела. Ну, вот мне принесли вот такую вот орхидею. Я, конечно, немножко в шоке. Вот, ну и просят спасти, сделайте что-то с этой орхидеей. Потому что, ну, как бы девушка сказала, что не справится. Да, ситуация, конечно, ну, всякое бывает. Вот такие вот у нас листики. Листики, вы видите, просто тряпочки. Просто тряпочки. И, судя по всему, растение просто засохло. Цветочки, кстати, держатся достаточно так вот. Вы видите, вот она мне ее принесла в кулечке. Так вот, ну, то есть цветы не опали. То есть, судя по всему, она засушила цветочки от того, что растению не хватало влаги. Ну, в общем, я не буду долго растягивать. Хочу вам показать, ну, не знаю, то ли это ее горшок, то ли это какой-то другой, не знаю. Но, скорее всего, возможно, что все-таки этот, что мох вот так настолько вот усох. Вы можете себе представить, насколько вот такая вот у нас картинка. Корешки, как бы, на вид живые есть, поэтому я думаю, что у нас должно получиться. Ну, как минимум, мы должны постараться. Я налила простой водички из-под крана. Попробуем для начала замочить немножко, хотя бы, чтобы мох размок. Возможно, корешки немножко попьют и растению станет немножко легче. Вот, потом мы с вами попробуем убрать этот мох и посмотреть вообще, что у нас там с корнями. Сейчас вот так вот, как есть, сухой мох убрать практически нереально, потому как, ну, это просто один такой вот ком твердый, ну, вот уже мягче становится. Сейчас еще немножечко буквально мох размокнет, разбухнет. И тогда можно будет уже пробовать. Ну, такие вот бывают, конечно, истории, когда растения ставить, да, на месяц, конечно, это много. Ну, я говорила, в принципе, и писала не один раз в группе, что если вы куда-то уезжаете, то нужно растения как бы постепенно приучать к просушкам, а не вот так вот, что вы уехали и оставили растения. У каждого, конечно, свои ситуации. Я не могу никого осуждать, да, и говорить там вот, ругать, к примеру, даже, да, что вот вы такие всякие, что вы там неизвестно, что делаете с растениями. Нет, ну, как бы я понимаю, что ситуации бывают в жизни разные. Вот, вообще не люблю такие вот всякие разговоры, когда обсуждают настолько аж. Ну, в общем, вот такая вот у нас ситуация. Есть корешки, которым уже все, но есть и хорошие корешки, ребят. Я буду понемножку освобождать от мха. Да, растения, конечно, в шоке. Девушка сразу, говорит, хотела и янтарную кислоту, и то, и сё, и витаминный коктейль. Растерялась, не знаю, во что её замочить, но думаю, не буду, потому что не знаю, получится у меня или нет. Я не рекомендую в таких ситуациях ни в коем случае использовать янтарную кислоту, витаминный коктейль и что-либо подобное. Абсолютно простая вода, просто вода, и больше вам ничего не понадобится. Для начала нужно растение отпоить и, ну, как бы поставить на ноги, да, хотя бы в чувство привести, чтобы было видно, что хотя бы немножечко листики уплотнятся. Снизу вы видите ещё один, словно от меньшего такого, да, стаканчика мох. Так, я попробую сейчас снять палочки. Потому как не очень удобно, они торчат из мха. И, чтобы я не поранилась, значит, я снимаю вот эти вот палочки, которые цветоносы наши держат. Одной рукой не очень удобно, конечно, это делать, но... Ну, пробуем. Так, у меня получилось. Быстренько снимаем и освобождаем. Дальше растение лучше держать вот за основание вот здесь, да, не за цветоносы, а за само основание. То есть, когда у нас были палочки, конечно, можно было для начала. Ну, внутри вы видите, какие корни, соответственно, живого здесь ничего нету. Так, я просто хочу в одно место, чтобы не поразбрасывать этот весь мох. В одну кучку это всё. Ну, корешки, в принципе, немножко что-то ещё даже пытаются. Ну, будем смотреть, ребят. Мы сейчас её освободим. Опять же мы её поставим в воду. Немножко, буквально на 5 минут. Нам ни в коем случае не нужно её замачивать там на 2-3 часа, потому что толку от этого абсолютно никакого не будет. Очень многие ошибочно думают, что если растение, которое долго не пило, скажем так, да, или которое долго не поливали, что если вы польёте растение, или вы там его замочите, чем больше, тем лучше. Ну, я не соглашусь, потому что растению будет очень сложно, так как растение потеряла тургор. Тургор листика, вы видите, колоссально, поэтому нам нужно будет постепенно приучать растение к воде. То есть и первое наше замачивание не более 5 минут, категорически больше я не рекомендую этого делать, потому что растение может как бы с голоду, да, напиться, напиться, и потом будут у нас отёки. Поэтому лучше этого не делать, лучше это всё делать постепенно. Но в любом случае нам хотя бы на 5 минут нужно замочить для того, чтобы наши вот такие вот сморщенные вот эти вот корешки, да, чтобы они всё-таки наполнились виламенсом, чтобы он наполнился нормальной влагой, чтобы корешки по возможности выровнялись. И тогда уже корни начнут понемножечку обеспечивать растение влагой. Так, 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 ну вот всё у нас получилось. Корни есть, конечно, и сухие, но... Так, ставим водичку буквально немножко, немножко-немножко, так, чтобы растение немного попило. Вот сейчас мы напоим растюшку. И я её оставлю просто даже вот в этом простом ведёрке, оставлю, чтобы оно просёхло. А завтра мы сделаем опять то же самое. На 5 минут буквально замочим растение и посмотрим, что у нас будет. Значит, на утро я вам обязательно покажу, в каком состоянии растение и что у меня получится. Но пока что я не буду не использовать абсолютно ничего. То есть просто вода и просушки. И будем наблюдать с вами за растением. Меня, кстати, просили не один раз снять видео о том, как ухаживать за растениями, когда нужно уехать в отпуск на 2-3 недели. Что делать с орхидейками? Мы тоже вот уезжали на несколько дней, в Карпаты ездили, и в Трусковец ездили, и в Дельфинарии. То, конечно, я тоже оставляла свои растения, но имеется в виду не так долго они у меня были без присмотра. Я вам покажу интересный такой метод. Я сейчас, кстати, поливаю все свои орхидеи совершенно по-другому. Ну, то есть если я раньше это все дело носила на кухню, вернее, мне муж помогал постоянно это делать. И на кухне я это все поливала, потом опять складывала в лотки и носила обратно. То есть сейчас я делаю совершенно по-другому. Так что если вам будет интересно, как я поливаю сейчас свои орхидеи, как я справляюсь с поливом, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Подписывайтесь на канал. Вот, и завтра я вам покажу, как я поливаю свои орхидеи. Имеется в виду все большое количество, как полить максимально быстро и максимально просто, чтобы, ну, как бы не загружать слишком себя, да, чтобы было больше свободного времени. Ну, все. А эту орхидею я вам обязательно покажу. Наверное, что уже через день я покажу вам ее, потому что я посмотрю, как она будет себя чувствовать завтра, потом послезавтра. И вот эти два дня, как бы, суммирую вместе, потому как, ну, не знаю, каждый день не ее показывать. Конечно, я думаю, что интересно, ну, мало кому будет. Поэтому я за несколько дней соберу немножечко информации и потом вам это все покажу. Ну, все. Спасибо вам огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.